Добрый день, уважаемые коллеги! Уважаемый Вячеслав Викторович! Прежде чем перейти к главной теме, я хочу сказать несколько слов по вопросу, который стал четвертым по упоминаемости в интернете за последнюю неделю. Включите, пожалуйста, видео. Вы видите на экране Николая Кобелкова, человека, который родился не только без рук, но и без ног, с одними культями. С детства отличался ум и сообразительностью, закончил гимназию, стал выступать в цирке, провел известность в Европе, женился на девушке из хорошего австрийского рода, между прочим, сватом выступал король Саксоний. В семье родилось 11 детей, из них шестеро стали помогать отцу. В главном деле, а главное дело было следующее, Николай Кобелков стал одним из основателей мировой киноиндустрии и первым русским кинопродюсером с мировым именем. До сих пор его потомки владеют частью пратора, известного Венского парка. Коллеги, я лично знаю у нас в стране паралимпийского чемпиона без рук Игоря Плотникова. Прекрасный парень, заканчивает высшее образование, водит машину ногами. Ну, думайте сами, следовало ли таким людям рождаться на свет. И в конце концов, я хочу напомнить, что в этом зале, на равных с другими, работают депутаты с ограниченными возможностями здоровья. Рима Баталова, слабовидящая, 13-кратная паралимпийская чемпионка. Михаил Терентьев, паралимпийский чемпион, лидер крупнейшей организации инвалидов. Владимир Крупенников, альпинист-экстремал, руководитель организации, которая занимается дистанционным образованием инвалидов и, соответственно, телеведущий. Я просто прошу всех коллег, когда мы выступаем по таким очень болезненным вопросам, тщательно взвешивать то, что вы посылаете в эфир. Пользуясь случаем, Вячеслав Викторович, я надеюсь, что вы поддержите наше предложение о создании Совета по делам инвалидов при председателе Государственной Думы по аналогии с президентской комиссией по делам инвалидов. А теперь, коллеги, если позволите, о главном. Прошу включить презентацию. Как все помним, ровно две недели назад страна отметила День знаний, между прочим, для наших предков именно этот день был началом Нового года. Педагоги, включая меня, до сих пор отмечают Новый год именно в этот день. А я предлагаю сегодня поговорить о тех проблемах российского образования, которые имеют системный характер. Начну с того, что одно из немногих достоинств действующего федерального закона об образовании состоит в том, что в него вернули положение, согласно которому правительство должно ежегодно представлять федеральному собранию доклад о реализации государственной политики в сфере образования. Четырежды правительство такой доклад в Думу представляло, и в первые три года, читая, слушая доклады, я вспомнил известную интермедиу Аркадия Райкина. Помните, человек в ателье спрашивает, кто сшил мне костюм? Ответ – мы. Я, например, пришивал пуговицы. Пуговицам претензии есть? Нет, пришиты насмерть, не оторвешь. Но кто вместо штани мне рукава пришил, и кто вместо рукавов мне штаны пришпандолил? Так и в трех первых правительственных докладах была масса избыточных мелких деталей, но не было целого системы и системных проблем. В последнем докладе появился даже специальный раздел, возможно, не без моей критики, решения общесистемных вопросов сферы образования. Однако и в этом разделе таких проблем вы не найдете. В нем лишь перечисляются частные законы и подзаконные акты. Какие же проблемы современного образования можно отнести к системным? Коллеги, вы видите их на слайде. Я считаю, что их примерно 11, может быть, больше. Но я насчитал 11. Но сегодня мы поговорим только об одном. Об одной из таких проблем – это проблема финансирования. Мы накануне бюджета, и самое время об этом напомнить. Убежден, коллеги, что большинство из вас регулярно смотрят прямые линии общения президента с народом. И если не целиком, то частично. Но знаете ли вы, какой вопрос в разных формах повторялся во всех без исключения таких прямых линиях? Начиная с 2000 года. Как говорят, догадайтесь с трех раз. Если кто-то не догадался, подсказываю, это вопрос о бедности, о временами, о нищете работников бюджетной сферы образования, медицины, науки и культуры. Тех самых, кто создают главное наше богатство – человеческий потенциал. С 2000 года их номинальная заработная плата очень выросла, но росли и цены. И совсем не так, как нам рассказывает уважаемый Росстат. Коллеги, недавно Росстат заявил о том, что в стране дефляция, то есть снижение цен. Но одновременно социологи опросили граждан, что их волнует больше всего. 61% заявили – больше всего волнует рост цен. Я верю социологам, а вы? Много лет назад нахожусь в состоянии, мягко говоря, творческой дискуссии с коллегами, системными либералами из высшей школы экономики. Но при этом пользуюсь их данными. Открываем последние справочники вышки и узнаем. Первое. С 2000 по 2015 год государственные расходы на образование в России выросли примерно с 215 миллиардов до 3 с лишним триллионов рублей. То есть примерно в 14 раз. Гигантский рост на первый взгляд. Второе. При этом доля расходов на образование в консолидированном бюджете страны даже уменьшилась. С 3,9% до 3,6% от валового внутреннего продукта. Другими словами, государство экономило на образование в 90-е, на рубеже 2000-х и, увы, продолжает экономить сейчас. Третье. По доле расходов на образование в консолидированном бюджете среди стран экономического сотрудничества и развития Россия занимает 22 место из 33 стран, по которым есть данные. Четвертое. По доле расходов на образование от валового внутреннего продукта в местной нашей стране еще хуже 29 из 33. Слабое утешение. В прошлом справочники мы занимали предпоследнее 32 место. Некоторые росты. Пятое. Но самое интересное, коллеги, измеренные высшие школы экономики расходы на образование в постоянных ценах. Повторяю, это данные системных либералов. Я думаю, что если вы посчитали другие экономисты, данные могли быть другими. Так вот, если принять за 100% расходы на образование в ценах 2006 года, в 2012 году будет 180, а вот в 2015 году 149. То есть спад за 3 года на 30 с лишним процентов. Коллеги, после этого нам говорят о том, как правительство и большинство Государственной Думы любят образование. Как говорят в светском государстве, побойтесь Бога. Подчеркну специально. Речь идет именно о государственных расходах, а не обо всех расходах на образование. Напомню, для модернизации страны расходы на образование необходимо повышать как минимум вдвое, до 7% от волового внутреннего продукта. Ни одна страна не произвела модернизации при меньших затратах на образование. Возвращаясь к самому популярному вопросу на прямых линиях с президентом, приведу данные, полученные в результате опроса 5000 учителей нашим коллегой, депутатом, заместителем председателя комитета Любовью Николаевной Духаниной по линии Общероссийского народного фронта. То есть это не данные оппозиции. Как известно, коллеги, эта организация создана для расширения политической базы президента. Так вот, согласно этим данным, в 75 регионах Российской Федерации из 85, указ президента номер 597 в части оплаты учительского труда и закона образования не исполняется. Понятно, что решить вопрос повышения заработной платы и статуса педагога без денег под силу разве что Мавроди. И правительство скоро придет с бюджетом в Государственную Думу. По этому поводу в интернете уже ходят шутки. В Государственной Думе депутат спрашивает правительство, почему в России такие низкие зарплаты и пенсии? Потому что кризис. А почему тогда количество миллиардеров вросло вдвое? Инфляция. Между прочим, коллеги, мы могли бы помочь президенту уже при принятии поправок бюджета 2017 года решить вопрос. Напомню, плановые дополнительные доходы в бюджете этого года составляют 1,191,000,000,000 рублей. Из них на дело, то есть в экономику и социальную сферу отдадут 362,000,000,000 рублей. Остальные 829,000,000,000 в никуда на сокращение бюджетного дефицита и пополнение резервного фонда. Но если бы мы хотя бы еще треть дополнительных доходов бюджета направили на поддержку наших людей, быть может, следующая прямая линия с президентом обошлась бы без традиционного вопроса, как прожить на эту самую минимальную заработную плату. А пока, коллеги, раз за разом внося законопроект в интересах повышения статуса педагогических работников, а значит качество образования, я слышу в моем родном комитете и в Государственной Думе. Проблема важная, ее нужно решать. Давайте подумаем как. Но законопроект поддержать не можем. Правда, до сих пор еще никто не предложил, как именно можно поднять статус педагогического работника, не выделяя на это государственных ресурсов. И не предложат, потому что мы вроде ни в комитете, ни в Государственной Думе не работаем. Коллеги, прошу вас учитывать это при голосовании за бюджет и за наши законопроекты. А пока, как русский человек, закончу китайской мудростью. Если ваш план на один год, выращивайте рис. Если ваш план на 10 лет, сажайте деревья. Если на всю жизнь, воспитывайте детей. И не жалейте на это денег. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова